Одни обожают пельмени, другие жить не могут без борща и котлет. Сколько человек, столько же и гастрономических предпочтений. Формируются они в раннем возрасте из семейных традиций и приобретенных привычек. В Ульянском Минобре решили, что вкусовые пристрастия должны учитываться не только дома, но и в школе. В этом году для детей впервые ведут индивидуальное меню. К сожалению, многие дети имеют и хронические заболевания, и под предпочтения, под семейные предпочтения, под индивидуальные предпочтения. Многие дети занимаются спортом, им нужен особый режим питания. Накормить детей качественно и вкусно, а также привить им любовь к здоровой еде. Эти насущные вопросы обсудили на совещании в 74-й школе. Губернатор Сергей Морозов напомнил о прошлогодних успехах в обеспечении горячим питанием. В этом году ситуация должна быть еще более благополучной. Охват школьников горячим питанием был один из самых высоких в Российской Федерации. Задача на 2019-2020 учебный год еще более амбициозная. Я прямо сразу хочу, чтобы обратить внимание министра и руководителей муниципалитетов. Не менее 90% наших школьников должны быть охвачены горячим питанием. И родители, и общественники, и представители Министерства образования рассказали на совещании о способах развития пищевой культуры. Самое интересное из них практикуется на протяжении года. В ульянских школах на уроках химии, биологии и ОВЖ ребят просвещают по теме правильного питания. То есть о гармоничном сочетании белков, жиров и углеводов школьники узнают не от блогеров, а от школьных учителей. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Уллправды ТВ.